Ну что ж, начнем Деяния святых апостолов, 28 глава, 21-22 стихи. Вячеслав, читайте. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, так как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Толкование. Еще до прибытия Павлова в Рим было внушено иудеям не принимать проповеди о Христе, и не только римским иудеям, но и всем иудеям по всей земле. Но откуда известно это? В сочинениях древних писателей мы находим, что обитавшие в Иерусалиме священники, книжники и старцы, на писах послания, разослали их по всем странам, к живущим в них иудеям. В этих посланиях они поносили учение Христова, как учение чуждое Богу, и убеждали не принимать его. Исайя, 18, 1, 2. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по морю и в попировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и всё попирающему, которого землю разрезывают реки. Этим означается, что нечестивый голос людей, населявших иудею, разнёсся на быстролётных кораблях за пределы земли Ефиопской и до последних концов земли. И что апостолы, их плавая по водам и приплывая море, проникали во все страны, разнося послания и поноси учения о нашем Спасителе. У иудеев и до сих пор в обычае называть апостолами, то есть послами, вестниками, лиц, разносящих окружные грамоты от их начальников. Слово Божие живо и действенно, как эпиграф. И как сегодня, та же самая история. Кажется, люди любят слушать Слово Божие. Но Слово Божие, чтобы оно понималось так, как мы желаем, а не как нужно. Я обращаюсь к твоему опыту. Пока меня не знали, мне давали везде у баптистов говорить. И в Киеве, и в Харькове, и в Таллине, в разных столицах ездил. А как увидели, что говорю, и по толкованию святых отцов, мне категорически запретили, всех предупредили, разослали свои энциклики. Не давать. Начался отток баптистов в обратную сторону. Вещь неслыханная, чтобы не из православных баптистов, а обратно пошел отток. И поставили запрет. У православных та же история. Сектант, лжеправославный, лжепроповедник, не слушайте. А почему? Моя проповедь бьет по карману сразу. Этот церковный бизнес закончился. Мы наставим, дожжамбы десятина, совершать таинство. Я если говорю с католиками, раза два, дальше они меня запрещают везде. А вы говорите, что папа не должен быть главным, ну, примат папства. Что крещение неправильно. То есть истинное евангельское учение везде под запретом. Вот какой вывод. Это по сегодняшнему дне. Отошел. Идем дальше. Иудей, говори. Ну вот, когда Павел прибыл в Рим, он первым делом, я немножко назад вернусь, к прошлому занятию. Он собрал вот иудеев. И сразу стал говорить о себе. Что вот я иудей. И вот чаю. Они судили меня. Ну, собрал иудеев и говорит, что я не сделал ничего против закона иудейского. И за чаю, за утешение Израилева я вот несу узы. То есть он сразу решил определить, что о нем знают. Развращены ли римские иудеи также сердцем. И насколько они готовы принять Христа. Он собрал их и сказал, что он чает утешение Израилева. И поэтому вот он за это в вузах потребовал сюда у Кесарева. Что он не предатель. Он сын еврейского народа. И верует в мессию, в еврейского мессию. А не так, как будут говорить вам. Или уже говорили эти самые евреи. Книжники и фарисеи, находящиеся в Иерусалиме. И он сразу собрал евреев и о себе рассказал. Что я такой-то, такой-то, такой-то. И вот такая моя вера. И что я верую в мессию уже пришедшего. Вот в чем дело. Они говорят, а мы не знаем. Нам никто ничего не присылал. Апостолов от евреев нам не было. Как я думаю. Спасибо, Господи. Так, ну что тогда дальше. 23-24 стихи Сергей читает. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисея и пророков. Они убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не... Достаточно толкованием. Веру во Христа иудеи называют ересью. Но вот и они свидетельствуют, что Христос проповедуется всюду, хотя и не все принимают эту проповедь, а некоторые из иудеев и елинов даже противодействуют ей. И комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на словах, на это толкование. Слово всюду не дошло до России, до православных. А если дошло, то только через сектантов. До нас дошло уставное богослужение и требы. Требы и уставное богослужение. Все. Три восклицательных знака. Печально, конечно, это, но... Это так. Игнатия Тихоновича, да, пожалуйста. Вот какое дело. Римлянам 8 глава 9 стих написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вот надо фразу эту заучить. И вторая под статьей рядом. Где Дух Господень, там свобода. Свобода от чего? От человеческих предрассудков, от навыков, от предвзятости. Почему Исидор Пелосиот святой говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Да я вот к чему говорю. Священник клевещет. Просто поносит. Но потом мы молимся. Проходит время, вдруг он просыпается и другой. Приходит и плачет. Я, говорит, на вас говорил я вот, то другое оказалось не так, вы православное. Я понимаю, принял покаяние твое, Бог простит тебя. Но, да я не знал, я понял, ты не знал. Но Дух Божий знал или не знал? Если Дух Божий знал, а ты Духа Божия не имеешь, теперь речь идет о тебе. Дух-то святой, почему тебе не подсказал? Ты стоял в алтаре у престола, поднимал кверху руки. Почему Дух Святой тебя не просветил? Почему эти иудеи, которые пришли к Павлу, и он в конце им скажет, хорошо свидетельствовал Дух Святой, ушами услышать будете, не услышите? Так это что, тогда было? Это каждый день и везде и всюду. Вот обмирают сектанты. Баптисты там какие-то, сколько-то дней там лежал в морге. И все видят, и видят не так, как видение святой Феодоры, жития Василия Нового. Они нигде не видят то, что видели святые. И почему те ангелы, которых они называют светлые личности, о которых Серафим Роуз говорит, вот на этой стыковке жизни-смерти, клинической смерти, там особенно лютуют злые духи. Почему им ни один дух, злой или добрый, не сказал, что они не церковь? Что у них нет рукоположения, у них нет таинства. Почему ни одному, ни одному за 300 лет? Они перечисляют, как видели, подробности, одеваться надо, как правильно. Все говорит хорошо, но нигде ни одному этот дух не сказал. Почему? Неужели это непонятно, что это другой дух? По крайней мере, другой дух, чем у Василия Нового, у Феодоры Сареградской. Ну, ты не знал. Ну, Дух Святой знал, почему он тебе ни разу-то в темечко-то не стукнул, что ты лжешь. Как ты мог молиться? Он один раз помолился, лег спать, встал, опять молился, поел. Дальше-то разговор-то идет о чем-то другом. Это не его, ты служитель, не его. А раз ты не его, то что от тебя было в церкви? Ты понимаете, за этим такая бездна открывается, когда нет связи с Духом Святым. И мне спрашивают, а как бы Вы поступили? Меня очень часто спрашивают, вот сейчас особенно много вопросов о поездке патриарха Кирилла на встречу с папой Франциско. Я говорю, ничего нельзя сказать, но что известно, я не увидел ничего, чтобы поднимать панику-то, хурить патриарха. На фоне папы, наш патриарх-то, он как ангел с крылышками. Как он выглядит, как он говорил, какие темы стояли. А остальное за дверями я ничего не могу сказать. Мне Дух Святой не позволяет сказать то, что сейчас говорят о нем. Прям наполнено все, и антихрист, и что угодно о нем. Вы знаете, где будут говорить какие слова лишние, вы им скажите, а Духа ли Святого ваши эти слова? Еще ничего нет. Вы втягивали себя за рубежную церковь, засасывали, теперь вас католичество будет засасывать. Что сеете, то и жнете. Вот к чему я хотел сказать. Почему они не приняли это? Дух Святой покинул их. На целое тысячелетие. Это трагедия еврейского народа. Отошел. Еще кто желает сказать? Если нет, то Михаил Кальмаев читает 25-26 стихи. Так, 25-26 стихи. Пас 8 глава. Будучи же не согласны между собой, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святой. Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи. Слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете и не увидите. Толкование. Наблюдай, как теперь иудеи строят ковы против Павла. Иудеи, они были как бы тиранами. А здесь, даже порицаемые Павлом, они ничего не осмеливаются сказать против него. Потому что дело о нем более не представлялось уже в их власти. Здесь Павел благовременно наносит поражение тем, которые утверждают, что Дух Святый – лицо служебное Отцу. Потому что называют Святаго Духа Господом, сидящим на престоле высоком и превознесенным. Так как Дух Святый единосущен Отцу и Сыну и имеет равную с ними власть. Толкование закончилось. Добавить следующее. Вот это очень редкое место, где говорится о Духе Святом, как сидящем. Вопрос задают. Видение видел Исаия. Что он видел там? Господа. Что он имеет в виду? Отец, сын или Дух Святой? Я еще не встретил ни одного сектанта, который бы сказал, что это Дух Святой. А Блаженный Фефилах, он берет у Иоанна Златоуста, он это увидел. А почему он как раз и доказывает, почему. Вот этой тонкости разумения Священного Писания не дано никому, как Святым Отцам. И поэтому слишком неразумно отвергать их. Кто бы ты ни был. Мне почему-то, ну так иногда думается, что рано или поздно все-таки сектанты могут некоторые сдвинуться. Из них, к примеру, могут послужить адвентисты седьмого дня. У них учения о Троице не было. Совершенно не было. Они эти слова даже не произносили, как ерес. И вдруг, я разговаривал с их руководителями, ну может быть лет уже 15-10, они приняли официальное учение о Святой Троице в полноте. Бог Отец равен Богу Сыну, Богу Духу Святому. И Си-3, суть единая, единосущая, нераздельная. Эти слова. Такого чуда я не видел нигде больше. Это единственное чудо, которое действительно заставляет пересмотреть кое-что. Что может быть сектанты, в конце концов, такие как Баптисты, а у них все остальное, это правильно. И они могут вразумиться. Поэтому надо молиться, усилить молитву о них. Отошел. Так, ну что, идем дальше. Вячеслав. 27-29. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат. Когда Он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. Толкование. Сделали это, говорят люди, зажавшие уши и закрывшие глаза. Указывается на сильное нечестие и упорное отвращение этих людей. Говорится же это с тем, чтобы привлечь и расположить их, и чтобы показать, что если они обратятся, будут исцелены. Говорится это не в том смысле, будто Бог, хотящий всем спастися и в разум истины прийти, содействует тому, чтобы они не видели, будто ревнует о том, как бы они не услышали. Но мы привыкли так говорить о людях, которые удаляются и не хотят слышать слова спасения. Такой человек бежит и отворачивает уши, чтобы как-нибудь не услышать слова, слово, которое могло бы обратить его и удержать от зла. Я хочу сказать, что Христос вчера сегодня во веки тот же. И ничего не изменилось. Слово Божие живо и действенно. Точно так же и сегодня не хотят слышать. Но тут причина написана, огрубело сердце. Я хотел всем задать вопрос. Ну, допустим, сладкое напротив горькое, свет напротив тьма, благословение проклятия, а напротив грубости, огрубелого сердца какое можно поставить? Противоположное. Ну? Мягкое. 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 Умягчите. Доброе. Доброе. Вот чего сегодня так не хватает. Это огрубелое сердце абсолютно везде. И в церквах, и в сектах, и в государстве. Безжалостность. Мы должны боль эту принять на себя. Да какая польза? А ты не рассуждай об этом. Да живущие вставания, какие во Христе Иисусе. Столько людей, и они не знают Бога. Столько людей, и они не внемлют. Им говоришь, а они не слышат. Это означает закрыт вход в уши для Духа Святого. А то, говорит, молиться они очень. Начни вот я, о чем сейчас говорил. Конкретно молиться о людях, которые близки к нам. Очень близкие по учению. Это баптисты. Из сектантов самые близкие, самые правильные. Если бы они имели рукоположение, я давно говорил, я бы дня в православии не был. Потому что там открыто огромное попище для труда. Но не церковь, вход туда закрыт. И вот эти слова, когда считаем, мы все время должны думать, а у меня не огрубело ли сердце? И всегда ли я слышу? Правильно ли я это слышу? Почему мы когда молимся, мы в конце замираем на минуты и стоим, говори, Господи, слушай, ты, слыши, раб твой. И все замирает. У православных вообще этого нет. Католики, те на неделю каждого священника отправляют в отдельную келью, чтобы он жил, задумался о своей жизни. Я об этом думал. Если вернусь из заключения, где-то буду отдельное. Найду, возьму хлеба с собой, там, два ведра, и, чтобы никто не подходил, вернулся. С 87-го года, считай, сколько лет прошло, не выбрал ни одного дня, чтобы уйти. А тоска осталась. Так охота уйти и запечататься. Хотя бы на недельку. Это подготавливает тебя, как ты в вузах себя будешь вести. Задуматься о душе, пересмотреть кое-что, умягчить сердце свое, лишиться чего-то. Вот хорошее у них в практике католиков. У нас этого нет. Отошел. Можно? Можно. А я вот к словам Игната Тихоновича, слова из книги Неемия, зачитаю. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным. Говорил, Господи Божий в небес, Божий великий и страшный, хранящий заветы милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверстия, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом Отца моего. Мы стали преступны пред Тобою, и не сохранили заповеди и уставов, и определений, которые Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему. Все. Владимир Малчанович, с нами Вы? Да. Так, 30-й, 31-й стихи читаете? У меня, у меня книжки нет. Хорошо, тогда слушайте. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранным. Толковария. Павел действовал не как тот синопец-диоген, или синопец, который одевался в лохмотье и жил в бочке, который многих удивлял тем, в чем они не имели никакой нужды, а пользы не приносил никому. Павел ничего подобного не делал, потому что обращал свои взоры не на честолюбие. Напротив, Павел одевался со всевозможным приличием, жил постоянно в доме и показывал всяческое подпечение о приличии, которым упомянутый циник пренебрегал, нарушая его публично, живя невоздержно и увлекаясь страстью к славе. Если кто вздумает искать причины обитания его в бочке, так никакой другой причины не найдет, кроме одного тщеславия. А Павел даже платил за помещение, какое занимал в Риме. Пожалуйста, кто желает сказать? Книга деяния кончилась, но деяния церкви продолжаются до сих пор. Церковь шествует своим путем. Даже в лице единичных людей, но идет, а не стоит. То есть история церкви продолжается. Что я надеюсь? что-то есть? Так, давай, тихо, еще добавить можно. Добавить нужно. Хорошо запоминается то, где были повторы. Допустим, ты получил новую квартиру, несколько раз вышел, зашел, и запомнить хотя бы, в какой дом заходить. Запомнить эти слова апостола, которые здесь мы прочитали сейчас, очень хорошо, если по тебе они проехались. когда я сидел в тюрьме, не за дурные дела, за слово Божие, я эти места считал, у меня с тобой новый завет был. И к нему приходили невозбранно. Вы знаете, как наглядно видится, как далеко ушло общество. Нигде нету, ни в одной тюрьме. Есть сейчас, чтобы так это было. Все запечатано, ничего нельзя передать, ни слова сказать. А если мы желаем, чтобы в нас это сохранилось, то мы должны хотя бы мысленно войти вот в это самое помещение, где появимся. А ну, мир дома, Сима. Кто-то там это голос подает, мешает. Вот нужно мысленно все это принимать к себе. К себе, войти в это. Вот тогда эти реалии будут понятны. Мы можем сравнить с сегодняшним обществом, как в Англии, я слышал такое, официально устроили суд над Христом. Ничего себе крепили сегодня. Сережа, кто-то мешает говорить. Я никому не слышу. Один и киняйки. Красота какая. Спасибо. Отключитесь там ее. Или так сделайте. Пойдем играть. Сергей. Дерва. На веточке не стояли. Лена. Лена, киняйкина, отключи микрофон, пожалуйста. Она нас не слышит. Ее надо просто отключить. Я не знаю как. Чтобы ее не обидеть, не огорчить ее. Совсем отключить-то. Вот какое дело. Нужно все рассматривать в Священном Писании так, что доходит до моих ушей. Но как оно доходит до сердца? Вхожу я в эту обстановку или нет. Вот у нас была еврейка в общине. Она не была членом, но приходила. И она мне говорит, вы вот видите у нас евреи, какие есть там мессианские. Я говорю, так они Иисуса-то за Бога не признают? Правильно, не признают. А вы бы его признали, когда он был тогда там? Я ответил, нет. если бы я был там среди учеников Павловых, то я бы Христа не признал. Я свой уже настрой знаю как. Сегодня да. А чем он докажет? Что он мессия, да, я понимаю, мессия обещан, сын Марии сидит за столом, я угощаю. Но что Бог, сотворивший вселенную, и он теперь вот в одной определенной точке проявляет себя в лице этого из Назарета, сына Марии, и это Бог, сотворивший мир, никогда бы я с фарисеями мог быть осужден. Но благомилость Божия ко мне, что я родился тогда, когда уже все доказательства есть того, что вот он есть, церковь образована, чудеса, пророчества и прочее. Поэтому во все надо входить как личность твоя, как бы ты там поступил. И поэтому голос на то распни, был бы мой там голос или нет. Или я бы стоял в закутке где-то и плакал и молился, Господи, я мог быть таким. Вот какая штука. У меня это было. Однажды я ехал в поезде и напротив меня сел человек. Молодой парень. Я посмотрел на него, он чем-то на меня похожий. И вот он стал есть, как он крошки подмел, ничего не уронил, настолько у него все выверено, я понял, что это я сижу напротив него, а у меня уже к нему как бы нерасположенность какая-то была-то. Сколько дней мне пришлось плакать потом. А то Господь мне так сделал, а может это ангел ехал, ехал. Какая штука-то? То есть я увидел себя тем, который там был 50 лет назад. Если бы я не обратился, Библия не попала в руки, не подарили мне, попала, неправильно сказал. Где бы я был с самыми ревностными гонителями, как вот сейчас, которые на меня наползают. Вот где. Но тот день изменил все, когда дал Бог рождение, исполнение Духом Святым, крещение Духом Святым. Вот о чем надо ревновать. И поэтому все гонители, они как бы друзья, они нам помогают. И все-таки я бы был среди гонителей. Вот что еще за этим кроется. И поэтому говорят, что они пошли много споря, это я пошел от Павла, не принял его. Лично я. Если бы я не верил написанному в Новом Завете, а у тех, кто у них ничего и не было. А почему Павлу верить? Он изменник. Он изменил закон, был учителем, учат против, человека почитают за Бога. И понятно, почему такая обстановка была накаленная. И тогда это нас будет как-то удержать, удерживать, чтобы не осудить, кого попало. Да. Ну, Павел, гнал по неведению людей, по неведению же. Я и говорю, что у меня было бы неведение, неведение это, неведение это неверие. Они знали, что написано и знали, что придет. Но когда пришел своим, свои не приняли его, потому что образ его был нарисован не таким. А они все обрисовали, какой он должен быть. На белом коне въезжает в город и вдруг на каком-то осле он должен свернуть римское владычество, а он его признает. Но ничего не сходится. Раньше же не было фотографий-то, видео не снимали еще, мобильный не работал. Как признать-то? Они нарисовали картины его и обрисовали его совсем не таким, какой он должен быть. А если другой, сказали, это будет лжец. И по этой картинке вот сейчас как обрисовывают? Это они обрисовывают, я поступаю по Евангелию, по Библии-то. А по Попой-то обрисовывают, что православный это вот такой. Вот тут говорят, Диоген сидел в бочке, а Дочи Славы... Да это монашество, галимое. Кого осуждаете-то? Не научили на себя кума оборотиться, как Иван Андреевич Кров писал. Он отвергся всего. У него ничего не было. Да это же монашество, галимое. Жил в бочке, и была одна кружка. Однажды вышел, а мальчик пьет пригоршни. Он посмотрел на кружку и забросил, и говорит, и ты не нужна. Пришел Александр Македонский к нему, если кто не знает, для незнающих сказать. И он говорит, простите, чего у меня хочешь. А был только утром, он на солнце грелся. Он говорит, императорское ваше величество, подвиньтесь в сторону, вы от меня солнце закрыли. Вот многие, может быть, с собой солнце Христа и закрывают. О Христе говорит, мне сегодня говорили, вот такие-то батюшки знают, отвечают. Отвечают хорошо, но отвечают не по Библии. И люди, отходя от пустошенной, остаются. Он не может его голову с собой отнять и унести этого священника. А он говорит, даже и не смотрит по слову или нет. Нам надо понимать, что люди пришли не к нам, они пришли к Богу, чтобы мы им указали путь, как апостол Павел. И доказывал им из закона, из пророков. То есть, из Ветхого Завета, который был, нового-то еще не было. Из закона и пророков. А у нас сегодня традиции, обычаи, так не принято, вы так говорите. То есть, мы чужды истинного христианства. Мы православные. Мы самые чуждые. А священники, что он? Он для виду выходит, действительно рисуется. Мим. Мимики, знаете, мимо, мим говорил, он не говорит ничего. Выходят толпой, молча стоят шпалерами. Простояли, все ризы золоченые. Молча опять же разворачивается и молча скрывается в дымном, кадильном облаке. Как? Разве Христос это оставил? И все зашифровали. Вот Евангелие несут, перед ним несут свечку. Это не просто свеча, это означает Иоанна Крестителя. И никто не знает даже этого. Даже священники не знают. Когда начинают спрашивать, вот эти ваши движения, что, где, редко-редко кто объяснит. Зачем это? Наоборот, надо раскрыть, чтобы любому было понятно. Любая кухарка могла управлять государством. То есть путем своим. Нам работы поза глаза. и за сужими смотреть уже некогда будет. Отошел. Вот вы на собрании сказали слово о Сретении Господнем. Да, сказал. Что меня меня захватило сразу же. Буквально вот из всего собрания я вот это вот все выделил и выставил там в интернет у себя на канале. Я видел. Но я о чем хотел сказать? Видно, что вы это прочувствовали, то есть пережили по-настоящему. Да. А допустим, кто человек говорить будет, он будет говорить слова сухие, не пережил, он не может от сердца говорить. А тут сразу видно. Не то, что видно, а просто даже не то, что даже умом, а вот как бы сразу на тебя сразу такое вот влечение к этим вашим словам. Это сразу они как бы захватывают и начинают тобой обладать. И ты уже это весь в них, в этих словах. И уже как бы связь уже. Вот вы там говорите, а у меня здесь уже это связь с вами. Я уже захвачен, я все уже. Это то, что меня и умом, и сердцем принимаю. То есть человек опытный, не опытный, неправильно сказал, а переживший, я говорящий и переживший и от Духа Святого, я так вот могу сказать. Понимаешь, это гуру тебя зазомбировал уже. То есть я гуру, а ты зазомбированный. Попы-то так объяснят. А гуру-то если рассмотреть, мне вчера скинули материал, гуру настоящий это Иисус Христос, учитель. Они даже слова-то не понимаю, гуру. Я говорю, фюрер, а так, немцам хорошо, Сталин вождь народов. А это одно и то же слово, вождь и фюрер. Вот какое дело. Мы однажды, находясь в нашем детском лагере, обслуга осталась одна, и мы решили по порядку читать весь Новый Завет, 28 глав. и мы практически почти ничего не нашли, что на нас сегодня работает. Все чуждое. Мы отделены от этого, но это не касается нашей общины. Из посторонних никто не смел пристать. А храм-то открытый, хлещет через порог, это пульпа, жижа. И никто ничего не... Им никогда не навести порядок. Я стал говорить об оглашенных. А священник очень такой грамотный. И он принял это сердцем и говорит, я понял, я должен уйти. Я должен выйти с оглашенными. Я даже не христианин, а не то что священник. А почему? Вот ты правильно сказал пережито. Пережито. Если ты это не пережил, слова-то мертвые. Мне пишет митрополит Виталий. У нас было, ну там где-то в Лестинском монастыре или где-то в свое время был профессор Карташов. Он историю церкви писал. Очень грамотный, за рубежом. Но его рукоположили в щеса, там облекли в сихарь, и он стал говорить. Слово было, говорит, богатое, но сухое и холодное. Ни одна душа не дрогнула. Вот в чем суть. Голова и не голова. Я насчитал как-то архипелаг ГУЛАГ, я просто попутно сказать, какой я щетец-то. Но один говорит, тот он насчитал, говорит, я верю, это пережил человек. Он, говорит, сам зэк. А другой говорит, он ударение делает неправильно, его к стенке поставит, расстрелять мало. Как он испортил русскую речь. На каждого не уводишь. Но искренность, с которой ты будешь говорить, страдание твое, что люди этого не знают. Среди ненадуманный праздник. Главный праздник, это, если уж хотим знать, это наша встреча со Христом. а потом отмечала, чтобы церковь обращения Павла. Вот что нужно, пересмотреть эти праздники-то. И вместо Симеона, когда возвестилась смерть, чтобы праздник этот говорил о жизни, а не о смерти одного человека. Такие темы. И у них проповедение. У меня сейчас 156 новых проповедей открылись. Они стоят мертвые. 31-33 том, которые я только в интернетной версии выстоял. Залез, они мертвые стоят, никто про них не знает. И столько же вопросов на сайте. На сайте. Вот так. Еще кто хочет добавить? По милости Божьей, мы закончили книгу деяний. Может быть, начнем соборное послание апостола Якова. Никто не против? Нет. Брат, читай. Первый стих. Первый, да? Да, первое толкование и второе толкование тоже. А, сейчас. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии. Радоваться. Толкование. Раб Бога. То есть, Отца и Господа Иисуса. А если равно раб Отца и Сына, то Сын равен Отцу и по существу, и по чести. Апостола Господа выше всякого мирского достоинства поставляет то, что они рабы Христа. Толкование закончилось. Ну, второе есть толкование. Продолжай. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Толкование. Искушение и печаль ради Бога апостол признает похвальными и достойными радости, потому что они самые крепкие узы и возвращение любви и сокрушения. Почему и сказано, Сын мой, если ты приступаешь служить Господу, Богу, то приготовь душу твою к искушению. Сиараха, 2 глава, 1 стих. И Христос сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога. Называет их не детьми, но братьями по смиренному мудрию. Искушение доставляет рачительным всякую радость, потому что через них обнаруживается испытание таковых, а испытание приводит к совершенному действию. Но тогда кто-нибудь скажет, если таково действие искушений, то как Христос научает нас в молитве просить Бога и не веди нас в искушение? Матфея 6, 13. Отвечаем, искушения бывают двоякого рода. Одни происходят от нас, а другие посылаются на нас, Богом, для упражнения и прославления нашего. И от нас происходящее искушение двоякого же рода. Одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью, и от которой заповедует нам Господь беречься. Потому что, хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает. Почему храбрость та не оканчивается? Почему храбрость та не оканчиваете добрым, добром для имеющих ее? Не понял тут маленько. Ну ладно. Другие искушения, как, например, гибель садомлян, Бытие 19, 13, посылаются за грехи. Этих искушений всеми силами должны избегать, через жизнь безгрешную. Искушения же от Бога, каковы были Иову, Аврааму, не только не должны избегать, но, если возможно, нужно привлекать их терпением и благодарением, потому что они удостаивают прославление и венцов. Толкование закончено. Так, ну вот это вот продолжение давай еще раз прочитаем, которое вот споткнулось это. Одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью и от которой заповедует нам Господь Бересе, потому что хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает, почему храбрость та не оканчивается добром для имеющих ее. Ну у меня здесь значит неправильно, тут написано не оканчиваете, я поэтому исполкнулся. Храбрость не оканчивается, а у тебя не оканчиваете, да? Да, да. Напечатка. Да. Все. Так, ну пожалуйста, кто желает высказаться? Ну, оба. Давай, Сергей, Спасибо, Господи. Ну, и апостол Яков, так же, как и все апостолы, начинают все с послания, показывая, что он раб Бога и Господа Иисуса Христа. Что значит раб? Раб это тот, кто непосредственно, ну, кто кем побежден, тот тому и раб. А раб Христа, это значит тот, кто выполняет волю непосредственно Христа и служит ему, это он его посланник, его посол, кому Господин доверяет, вот это вот тот. Но здесь есть интересный момент, вот если все вот апостолы, они пишут там избранным, святым, освященным, там, то здесь он двенадцати коленом находящимся в России не радоваться, то есть непосредственно он пишет как бы послание к евреям получается. Двенадцати коленом находящимся в России не радоваться. Но среди иудеев мы знаем, что находящие в России есть и верующие, а есть и неверующие, есть которые и гонители, которые противостали против Христа. И вот интересно, почему так. С великой радостью принимайте, братья мои, всегда впадайте в различные искушения. Дыбунов можно? Можно. Но я хотел бы тут отметить слово раб. Дело все в том, что мы живем в свободное время, и даже то, что фашисты тут пришли и так далее, это все немножко может быть показывает, как были советские люди там рабами их делали. Но я говорю про нашу национальность, про русских. Мы-то можем в отличие от евреев точно сказать, что мы никогда не были никому рабами, а всегда были свободными. Евреев все гоняли, а русская нация, она была всегда крепка, всех била везде по бивахам, ну и сами видите, одну шестую часть земли захватили, и еще хотели бы, но Господь просто остановил. Поэтому слово рабство для нас мало понятно, что это такое. А раб, это значит, у тебя есть хозяин, прям для тебя человек, для твоего ума, души, сердца, рук, ног, вот для всего, что ты делаешь, ты даже слюну не можешь просто так сглотнуть, чтобы не посмотреть в глаза хозяину. Ну, такие собаки бывают преданные, ходят, прям вот все смотрят, и все они для тебя сделают, исполняют, насколько могут. И поэтому слово рабство здесь надо разобрать для нас в первую очередь. Рабы, это значит, люди, которые сами собой не движутся, у них нету своего я, они принадлежат Христу, Отцу и Святому Духу еще, добавил ко всему, Троице. То есть, и сейчас, если мы на сегодняшний день посмотрим, почему так не любят люди, когда начинают обращать, это православное, я имею ввиду, когда начинаешь говорить, ну, допустим, о любви ко Христу, о любви к апостолам, просто скажи, мои любимые апостолы, и тебя православные не поймут, это какое-то кощунство, или еще там, у нас ты должен быть грешный, многогрешный, а раб, он, когда всего себя отдают Господу, значит, он служит закону Бога, во-первых, как он может себя отдать Господу, если от Господа остались только слова, значит, этим словам и нужно служить, значит, у нас ничего, кроме Слова Божьего, то нету, а что мы сейчас видим, это как раз и говорит, то, что мы сейчас читаем с вами, и вот рассуждаем, вы просто сейчас посмотрите, кто может назвать себя рабом, да скажут, да я какой, ну, рабом-то называют себя, конечно, люди, но, кто из них действительно раб, вот такие, как апостолы, которые все исполнили, что Христос заповедал, и более того, они пошли на смерть, до конца уже, у меня все. Ну, я во всем согласен, что касается раба, да, это действительно человек, который выполняет волю, верный раб, исключительно своего господина, здесь я да и аминь, но что кроме Слова, кроме Священного Писания, у нас сейчас ничего нет, это, ну, не совсем я согласен, почему? Потому что есть тело Христово, которое Господь оставил, к которому мы причащаемся, и в первые века христианства было только Ветхий Завет, вот, в первые века, вот в то время, когда это писалось, еще не было, как бы, везде повсеместно распространено Священное Писание Нового Завета, но люди-то спасались, и спасались за счет чего? За то, что было тело Христово и кровь, которая омыла, они же собирались возле чего? деяния, и ежедневно прилагал спасаемых к церкви, на греческом эпита авто, к одному и тому же, то есть, к литургии, сейчас она литургия, где, вот, как бы, у нас есть и тело Христово, и слово есть, у нас церковь, она полнота, поэтому нельзя говорить, что вот только слово осталось, да, слово, которое мы следуем, живое слово, но есть еще и тело, вот. Двунов, я могу сказать? Да, да, да. Ну, я кратко здесь скажу вообще. Первое, Коринфянам 11 глава, если там, с 25 по 29 стих, если не будете достойно рассуждать о теле и крови, многие больные, немало умирает, это вот это к этому, к причастию, к телу Христову. И второе, 17 глава, Евангелие от Иоанна, Господь говорит, вы уже очищены через слово мое, поэтому придумывать, что люди не знали Нового Завета, не знали слов Христа, христиане, я имею в виду, а только один Верхний Завет, это, ну, вообще, не вдаваться ни в какую историю православия, поэтому прошу, почитать это, видать, пробел у вас. Да нет, вот как раз-таки все из устно, говорили апостолы, рассказывали Евангелие, несли устно, не было, люди были, хотя вот мое любимое послание, вот правильно, мой любимый апостол, апостол Иуда, да, который вот пишет, там очень грамотные были первые христиане, вот он, это свидетельство, поскольку он много, как ни один апостол ссылается на священника, на Писание, на Библию, даже на те книги, которых нет в Библии, вот, и тем не менее, как бы, люди первые, они как раз-таки собирались во рук слова, слово, которое было устно, и причащались ежедневно, ну, не ежедневно, ну, апостолы ежедневно, кому как позволяло время, почему, да, они вот именно были очищены словом, вот, вера во Христа, слово что, которое они слышали из уст апостолов, и евангелие, причащались, они после, собирались, как бы, вкушать вечерю Господню, вкушались, собирались, они вкушали после принятия пищи, и обязательно любая, любая у них, так сказать, встреча, верных, заканчивалась преломлением хлеба, вот, а рассуждать должны были всегда, и во время совершения литургии, и после совершения литургии, почему и сейчас нужно внимательно слушать литургию, когда священник говорит, примите, идите, сие из тела мое, твоя от твоих, тебе приносящих, за всех и за вся, все, что осталось, и тогда было, а если не рассуждать, поэтому немощные больные немало умирают, то есть не рассуждают, и тогда были, которые не рассуждали, и сейчас не рассуждают, поэтому Господь и оставил тело свое нам здесь вот, на земле, чтобы мы могли причащаться и быть с ним, соединяться через тело и кровь Христова, как вот. Игнатий Тихонович, можно ваше тогда, ваш комментарий? Сергей Попков, можно добавить? Ну, сейчас Игнатий начнет. А, что там? Ого, ого! Вас просят. Ну, слушаю, говори. Их рассуждения, разберите. Так, а тут об этом речи-то и нету, а вы рассуждали-то не по теме. Вы что сейчас читаете-то? Вы помните одно, что это единственное послание всех посланий, которое Мартин Лютер вообще выбросил. Считаю, что оно небо водовыкновенное. Поэтому мы должны здесь напрячься на ту сторону, которую особенно он зазирал. Вера без дел мертва. Вот что главное в этом. А относительно того, что сегодня роль какая причастие, так они из нее сделали, как оккультная какая-то наука. Причастись, проститься. Болеешь? Причастись, болеться не будешь. Писание наоборот говорит, совершенно наоборот, что если не будете есть плотицы, начальника не будете иметь жизни. Кого мы знаем, причащаются часто. У них жизни нет, они мертвецы. Суть-то вот в чем. По жизни определяется, в пользу ему идет или не на пользу. Почему? Строжайшее предупреждение, что многие больные. Это больницы заполнены, и все причащались. Мы исследовали это дело. Кладбище заполнено. А сегодня священник выйдет, с чашей стоит. Кто не причастился? Никого нету. Ну, народ-то толкется, исповедуют там в разных местах трое, а причащают двое. Ну, и он не знает, кто исповедался. Опять стоит. Вижу, женщина двинулась, у Нины желтый рой. Сестра готовилась к окрещению. Причастилась. Да зачем же ты сделал это? Ну, он третий раз говорит и на меня смотрит. То есть, более кощунственного обращения. Ни одна колдунья, ни один враг не делал, что священники с причастием делают. Притом, они играют им. Чуть не послушал. Ну, это извращение. Это извращение. Прещение, прещение. Крещение. Не допущено причастие. Почему в шитьях было видно, что у него проказа съела язык и виден был затылок. И он спросил, как Симеон, а за что? За то, что, говорит, недостойно отлучал. Они этого не понимают даже. Это такую тему коснулись. Хотя не об этом идет речь, но я попутно сказал. Ну, извратили все. Извратить-то все можно. Поэтому извращение это самое страшное. Так оно за норму принято, дорогой брат Сергей. Это за норму. Норма. Хоть что. Это панацея. Совершенно как культная наука какая причастие не введена. Игнатий Тихонович, дорогой, ведь не об этом речь идет. Вот речь была о чем? Что у нас осталось единственное Слово Божие. Я говорю, нет. Не только Слово Божие, а еще и тело и кровь Христова, которую он оставил. Который мы должны причащаться для того, чтобы не с извращением, а рассуждая. Это же о чем речь-то идет. Я спрошу, там посмотри, как в оригинале говорится преломление хлеба. Почему относят к причастию-то? Иисус преломил и дал хлеб. А когда сделал чудо с хлебами, это точно самое. Они по-другому не ели. Это как лаваш. Это не наша булка, что ее надо было резать. Преломление хлеба вообще не означает, что это было причастие. Однажды истолковали так, и пошло теперь везде об этом. Они ежедневно преломляли хлеб. Преломляли хлеб просто агапа вечера любви. Вот что может быть. И то есть не являлась ни телом, ни кровью Христовой. Что он сказал? Примите, идите с ее с телом мое за вас ломимое и с ее творите в мое воспоминание. Это все были слова так. Апостол Павел говорит, когда приходите, говорит, торопитесь есть. Это уже поучение, как есть и как себя вести. Это одно. Агапа, агапа была. А сегодня правильно Агапа. Но тело и кровь Христова. Почему? Он говорит, вы собираетесь никак скушать вечерю Господню. Да. И осуждая о теле Господней. Поэтому здесь тело и кровь Христова. Он сказал, примите, идите все с телом мое. Во время накормления пяти тысячи семи он не говорил, это тело мое. Это для того, чтобы не ослабли, не хочу отпустить народ. Совсем разные вещи. Как он преломлял этот вопрос. Это технический. А что это является по сути, вот в чем дело. Игнатий Тихонович, дорогой. Ты не об этом сказал-то. Ты правильно все говоришь. Вот в чем дело. Когда, говорят, вы приходите, иные опаздывают, что у вас домов нет, чтобы есть. Они приходили со своими корзинами продуктов туда. Певтилак толкует это. Вот в чем дело. Апостол Павел-то что осуждает-то? А люди применяют это к причастию. Там о причастии вообще речи нет. Они приходили, совершали общую вечерю любви. Вот у нас кончится собрание, а некоторые остаются на занятии. Но перед занятием общая трапеза. Нож убери, преломляй хлеб. И все так же напишем. После собрания остались, преломили хлеб, вкусили. Одни приносят борщ с собой, другие. Было время, у нас приносили даже сало свиной. Но я запретил буквально. Не запретил, а убедил. Перестали приносить. Свиноеды-то заболели все. Игорь Добунов, я хочу немножко здесь, я вижу тут что-то внес всю мякинцу какую-то. Это хотел обратиться к Сергею. Ты так сильно на мои слова не реагируй. Я-то не апостол же никакой. Я просто сказал тебе то, на что нужно как можно больше обратить внимание нам сегодняшним христианам. А то, что осталось есть у нас причастие тела и кровь Господня. То, что Святой Дух нас посещает при крещении. То, что благодать действует как какая-то сила. Не знаю, мы просто ее так не называем. И еще много чего там осталось. Но я тебе не про это говорю, а про то, что вообще все упустили. Именно упустив Слово Божие в своей жизни упустили все. Какое тут причастие? Какое тело Господне? Когда слова просто не выполнены. Кто даст это тело тебе? Если ты самого элементарного не выполнил, то, что написано на бумажке. А то, что ты рассказываешь, это все пришло как раз через предание. И вот Игнатих, Игнатих, он так еще милостиво разговаривает. Если бы он сейчас на полную программу включил, чего неизвестно нам вообще откуда взялось, то тогда как ты можешь произносить вообще эти слова-то тогда? Давай говорить о том, что написано в Библии конкретно. Идите научите народы крестяло имя Отца, Сына и Святаго Духа. Научите. Научите. Там не написано причащайте там, давайте побольше. Научите. Причасти, если пришло в это, в научите. Ну, значит, научи этому настолько, насколько возможно. Вы уже сейчас начали как бы в спор какой-то вступили в диспут. Ну, а что дальше будет у нас? Давайте как-то поспокойнее относиться к словам. Просто принимаете то, что сейчас нужно нести Слово Божие или не принимаете? Я вижу, вы к проповеди относитесь не так, как мы, наверное, в нашей общине. Просто так говорить нельзя ничего. Словом оправдаешься и словом осудишься. И говорить, что сейчас в церкви осталось только одно священное писание, это неправда. И поэтому я и говорю, что нет, неправда. И тело Христово дано для того, чтобы для нашего спасения в церкви. И этим нужно пользоваться. это свято. Да я вообще не говорил про это тело. Я даже в диспут не хочу вступать. Вы зачем сюда-то все это перевели? Давайте, когда будет о причастии разговоры, поговорим о причастии. Мы сейчас говорим пока что о рабах Христовых. Чем они занимались? Все. Я отошел больше не буду. продолжаем так далее. У меня еще такой вопрос. В беседе с сектантами они похваляются, что а мы рабы, мы дети. И как на это реагировать? Что можно ответить? Что рабы для них это унизительно, а дети это истина. истина. Что можете по этому ровну? Это не сектанты говорят, это язычники, называемые родноверами. Они себя староверами называют. Это они так говорят. Остальные сектанты все считают как? Первое послание Коринфянам Павел говорит раб Иисуса Христа, Криминам раб Иисуса Христа, Яков пишет раб Иисуса Христа, Иуда раб Иисуса Христа, Иоанн и Петр говорят раб Иисуса Христа. Раб это означает добровольно трудящиеся для Царствия Божия. Винограднике работать надо. Кто работают? Рабы. Рабочие сегодня говорят рабочие. Партия рабочих и крестьян. Слово раб в основе осталось. Где не раб там лень. Там ничего нет. Так что это рабы они и дети. Пока он в послушании сын он является как рабом у отца. так что это слово не противоречит слову дитя сын наемник он прими меня хоть как наемника вернуться когда сын блудный. Спаси Христос понятно теперь. Да именно так все апостолы себя называли рабами знаю что он говорит не называя вас рабами а вы мои друзья но и друзья раб и друг а был ли раб или Азер у Авраама да а он его сделал наследниками да как бы не чудо божье он бы наследовал все имущество его и был бы от него как Исаак вот и раб ну а как вот еще такое понятие совершенная любовь изгоняет страх то есть раб он как бы из-за страха наказания все это делает а совершенная любовь он уже чадо уже страха нет и он уже исполняет заповеди полюбви что получается как ребенок как чадо Сережа сначала нужно любовь узнать хотя бы кромочку а потом что такое совершенное которое никто и не достиг ни один человек вот там в раю и тогда будет изогнан страх а сегодня один всем кремлинам начало мудрости страх господень дальше венец мудрости страх господень притчи притчи все притчи к Соломону где бы ты не посмотрел без страха ничего нету почему Игнатий Причининов говорит если ты говоришь о любви не испытал страха начни сначала об этом Пимен Великий говорит ум держи в ааде в любой момент можешь споткнуться а не так я уверовал все это баптисты так говорят то все я в раю буду неизвестно Павел говорит многие потерпели кораблекрушение в вере я имею отношение к кораблям плавал на штурм научился кто говорит на море в буре не бывал тот говорит горе не видал что это такое так вот если Господь нас предупредил на это то нужно быть очень внимательным без страха шагу не сделаешь ты двигаешься страхом в моей жизни так и было я знал что Бог есть уже с трех лет наверное но я знал что есть ад и ад для меня и поэтому этим страхом Господь удержал от того в чем люди все погибали ни разу не заматерился женщины далеки то есть Господь страхом от всего другие не имели страха даже верующих семьях были они купались в этом грехе в гное не знали страх удержал и страх привел к Богу начало мудрости жизни всего страх поэтому этот страх надо привить за потерю девственности смертная казнь страхом Бог держал Израиль страхом мусульмане держат а у христиан нет страха ну и что из этого получилось в восьмом классе уже девственности не найдешь Игорь Добунов вставить про страх Божий можно? можно ну нагони давай страхуем всем патриак Кирилл выступал перед военнослужащими причем больших рангов ну в министерстве там и сказал такие слова что ну там когда вот это объединение произошло армии туда начали священников посылать и он к этому слову слово говорил как раз приурачивал к этому торжеству и сказал что военнослужащие должны воспитываться в страхе Божьем как он это сказал не знаю но в общем он сказал и многие военные возмутились и один из них сидит и говорит вообще как это могли пропустить такую речь патриарха говорить военнослужащим что они должны воспитываться в страхе он не говорит что в страхе Божьем это для него непонятно он неверующий А он какой-то особист И говорит У нас просто развращение армии произойдет Разве может военнослужащий В страхе воспитываться В любом Он должен быть впереди на лихом коне На белом Рассказывает Поэтому я считаю Нужно полностью всех попов Религию полностью убрать От армии подальше Как мусульманство с Кораном Так и христианство с Библией Потому что это, говорит, страх Божий Он говорит, все разрушит нам Всю армию Ну вот такое вот Ну что, идем дальше Так, третий стиль Сережа, позволь маленькое слово сказать Одна пришла, молодуха, исповедуется Это в журнале писали Ну начала, батюшка, батюшка А вот трансцендентальное направление В христианстве от Булгакова Он говорит, дура, выходи замуж Так и здесь тоже сказать Дурак, подай на пенсию Этим маршалам надо сказать всем Да самбиста больше страха всего и наводит У него без страха шагу нету нигде Вообще ужас Вячеслав, давай, третий стиль Столкование Знаю, что испытание вашей веры Производит терпение Столкование Хотя искушение, как сказали мы, двоякого рода Но терпение полезно в каждом их роде В искушениях от Бога Оно полезно тем, что через них Мы получаем прославление Как получили он и Авраам Иов О воскушениях от нас Тем, что перенесением их С благодарностью Мы делаем как бы вознаграждение За свои грехи Ибо кто сознаёт свои грехи Тот положил начало своему спасению И приобрёл себе черту праведника Так, как праведный муж Первый обвиняет сам себя Я бы хотел Сказать Говори Вот я как в церковь православную пришёл И везде слышу только о том, что Об искушениях Вот меня искушение, искушение, искушение И какой-то страх к искушениям У людей Ну и отговорка одновременно То есть я не виноват Это меня дьявол искусил То есть всю вину свалил Вот этот, что в воду В раю Тогда ещё Да Понятно мысль, что я Мне нравится толкование Вот Которое я слышал От Игната Тихоновича Опять же Что искушение двоякого рода Там А искушение От Бога Это болезни и гонения Вот это у меня толкование Как раз по душе В епархии искушение Епископ говорит Я говорю, какое? Да вино, говорит, высунул Говорит, чтобы прохладить маленько-то А послушники украли и выпили От Бога это искушение Это от лукавого Ну, чтобы не напился, наверное От греха спасся Ну, вот ещё Можно Это, дыболов Я вам скажу Кратко Скажи Я хочу сказать, что Искушение Вот второе Второе искушение Когда Господь Посылает Вот как на садомлям Послал Огонь серу Ну, то есть Погибет послал За их грехи послал Отчего? Потому что Они стали злые Вот злодеи Злодействуют злодейские И злодействуют злодеи Вот эти блудники Как они говорят Ну, когда начинаешь с ними говорить По-настоящему уже Чтобы не блудили они Они говорят Ну, какое дело Богу есть до этой любви Ведь это любовь Я полюбил её Она меня Там Второй, третий Это уже как Можно связать С каким-то грехом Всё по любви Всё по дружбе Делается И вот садомляне Они тоже Так же думали-думали А потом всё К чему их привело Они начали хватать Друг дружку уже Мужика Потом начали хватать Видать там Всё подряд И всё это было связано Ещё и с убийствами Вдобавок ко всему То есть зло Оно выборочно Не бывает Вот есть такое Такое, чем Повословица Даже Или поговорка И вот это Зло Оно и на православных Нападает Вот Недавно смотрел фильм Православный фашизм Натурально идут Мужики Одетые чуть не Ну там Белогвардейскую форму И чуть ли не Белогвардейскую Поднимают руку В приветствии Как Хаи Гитлер Но кричат Слава Христу Начинают Начинают их спрашивать О чём речь идёт Ну а Ветхом Завете Камнями побивать Всех А Христ тоже заповедовал Это придумано всё То есть Придумываются Новые религии Так, чтобы Злоба могла Выплеснуться И можно было бы Убивать Людей И вот когда Вот это вот Мира беззакония Перехлестнёт В православии всё А она уже недалеко На бабок Которые со свечками стоят Все жалуются Какие они злобные А просто С людьми православными Поговорите Просто о Евангелии О любимом Христе Те за любимого Христа По лбу Как щёлканут Вот Как семинаристы У них уже всё отработано Отрепетировано Как нужно гнать Попробуйте Вон там Попроповедовать Рядом с Покровским Сразу всё узнаете Николай Николаевич Микрофончик Отключите Не мешайте Так Ну вот У меня Ухо резонуло Что вот Садамлян Вот это вот Сера Это Искушение Я считаю Что искушение Это испытание То есть Господь испытывает На прочность На веру А там какое Что там испытывать Это наказание Уже Город сжёг И всё Как там Это искушение Объясни Или я не так понимаю Серёжа Ну просто двойное Там Но искушение Это есть наказание Где наказание А где искусство То есть Приближённое К наказанию Так Игорь Серёжа Правильный вопрос Задал То только не сказано Что искушение Закончилось Содомом Сожжением Искушение Что пришли мужи А они К мужскому полу Расположены Они впали в искушение Дай мы познаем их А они говорят Я тебе отдам У меня есть дочерь Незамужняя Вот искушение В чём было Полюбил вещь Сморовал Незаконно Полюбил мужика Вот это искушение Сатана и подставил ему Аминь А наказание Это есть наказание Сергей Это правильно сказал То есть Искушение Полюбил мужика И дойти до греха Или не дойти То есть Господь Пытал Остановишь Или тебя Серая останавливает Искушение За это искушение Которое они Неправильно Повернули За это наказание Наказание Это уже сожжение Сейчас Спаси Понятно Спаси Продолжаем Вопрос ещё А огненное искушение О котором апостол Пётр говорит А огненное искушение Это которое от Господа Его не надо щуждать Это огонение Когда христиан Били Терзали И сжигали То это означает Не только огонь А любое страдание Огненное искушение То есть Всё пылает буквально Весь организм То есть Сгорает перед Богом Такие переживания Вот это и есть Искушение от Бога Только гонение Преследование За веру И болезнь Вот искушение Помнило искушение Для праведников Да Чтобы сделать праведником Оно и для грешников А остальное Всё от похоти человеческой Ну вот Я остался один Ну понимаете Вот я замёрз И вот Решили погреться вместе Там Или что-то такое Вот это есть Никого нет Магазин открытый Ну вот полюбил вещь Взял охан И зарыл её Посреди шатра Седьмая глава Иисуса Новина Искушение Впал Престился Так и здесь Вот он врёт где-то Я говорю Ну и как вы терпите Да как В прокуратуре Руки, говорит В кармане держишь Кулаки сжимаешь Чтобы только не заехать ему Искушение какое Так охота было Звездануть его По морде Говорит Этого журналиста Это мне прокурор Говорит Я говорю Ну не искушайся Не надо Глупые вопросы Задают Я каждому Пишу В ответ Не искушайся Дал ответ Успокойся Дальше ищи сам Аминь Так Четвёртый стих Терпение же Должно иметь Совершенное действие Чтобы вы были Совершенны Во всей полноте Без всякого Недостатка Толкования Причина Совершенного действия Называет Мудрость Ибо знает Что испытание Веры и терпения В искушениях Не есть удел Всех людей Но мудрых О Боге Почему Желающих Выказать Веру и терпение Возбуждает К молитве О мудрости Ну что здесь Все понятно Ну апостол Яков Учит терпеть Претерпевать Искушение А когда Впадаешь в искушение Включать еще и разум Чтобы Разобраться Как выйти Из этого искушения Я так понимаю Ну и через молитв Где О мудрости Когда кто-то молился Ну В церкви У нас сейчас Какая молитва Идет о мудрости Может быть Кто-то и молится Нет Конкретно Вот тут О мудрости Написано Молиться надо Как у нас Есть в церкви Молитва о мудрости Может на церковном Славянском Как-то звучит Ну я Не знаю Там когда учеников Первого сентября Там что-то говорят Вроде И посылают Сейчас Акадь Так равно Нам эта мудрость Не помешала бы Тоже Я думаю Чего мы все Псалмы наизу знаем Молись Ветхи залит По книгам Расскажем Брат Молись Бог даст Брат имеет ввиду Составленные уже Молитвы Ну Если нет Составленных Составленных Если Акафис написан Прибавление ума Особый Акафис 7000 Я спросил Я спросил Да хоть один То умнее Стал Или нет Никто Про это Пока не знает Ну Слава Богу Что он есть Идем дальше Пятый стих Если Но допросит Сверху Ибо если Ты Не уверен Что Бог Исполнит Просьбу Твою То вовсе Не приступай К прошению Чтобы не Оказаться Тебе Через Неразумное Двоедушие Обвинителем Того Кто Все Может Посему Нужно Умолять Об избавлении От такой Постыдной Болезни То есть Имеется Ввиду Сомнение Постыдной Болезни Правильно Я понимаю Да Сомнение Это вот Дьявол Еще в раю Вселил Сомнение Истинно Ли сказал Бог И вот Он до сих пор Так же Вот это Темно И православный Искушает Вроде Слово Божье Читаешь Вдруг Какой Я Любомов Хочу вопрос Задать А почему Именно О сомнении Здесь Говорится Почему Сомнение С чего Оно должно Возникнуть Ну Слава Богу Что оно У тебя Не возникает Но Есть Категория Людей Которые Просят Сомневаясь То есть Ну Сомневаясь Что Бог Даст Никогда У тебя Такого Не было Что О чем Ты бы Бога Просил Во-первых Бывают Такие Молиты Что Ты не знаешь Полезно Тебе Это Или Не полезно Поэтому А потом Через время Господь Открывает Вот то Что ты Просишь Тебе Это Не полезно Поэтому Я тебе И не даю Ты Благодаришь Бога За это Я думаю Это все От того Что Малое Знание Слова Божьего Если Слово Божье Знать И Переилюстрировать Свою Свою Просьбу К Богу И оно Все На место Встанет Потому Что Многие Просили Уже Всего И надо Учиться Одно Слове Божьем Я хотел бы Добавить Что Знание Это Знаниями Многие Знают Выучивают Наизусть Цитаты А толку Мало Вот как Мы только Что говорили Над Тихничем Что нужно Еще прожить Эти слова Жизнью А не просто Так От ума Это все Что было Да Написано Знания Надмевают Сережа Позволь Я поясню Улейка Да Да Конечно Дело Вот в чем Сомнение Заключается Там впереди Написано Силии Божии Израиль Находился В пустыне А может ли Бог Приготовить Мясо А может ли Бог И написано И прогневался Бог И дал им Мясо До ноздрей Выше рта И пока Пища была В устах Убил из них 23 тысячи Юношей Они все Время А может ли Бог Дать А может ли Нам огурцы Чеснок Репчатый Лук А может ли Бог из скалы Напоить И Бог Дал им И тут же Их утопил Образно сказать Это сомнение Во всемогущести Божьем Но я молясь Должен говорить В конце Да будет Да будет Воля Твоя Мы не знаем Выгодно Это или нет Но я несомненно Знаю Он может Мертвых воскрешать Меня этим не удивит Бог Но надо Или не надо Вот Этого я не знаю И поэтому Доверяюсь Как тебе Господи Угодно Не моя воля Но твоя Да будет Вот в этом Весь смысл Не сомневаться Что он может Устроить мир Может сделать Из Сирии Наши войска Вернуться Живые Все Мы можем Предполагать И верить Что Бог Может с Турцией Снова Замерение дать И с Украиной Родные братья будем Но я не знаю Выгодно ли это Нам или не выгодно Вот этого не знаю Доверяюсь Господи Как тебе угодно И каждый день Молюсь за Эрдогена Этого И за Порошенко И за Путина Ну вот Слово выгодно Это в духовном плане Имеется Конечно Конечно Духовно Для души О телесном Что говорит Понятно Потому что Само слово Выгода Духовная выгода Это редкое Такое понятие Поэтому Польза Вот у нас Знакомый Сергей Козлов 14 лет На вытяжку Лежит Ни один член Не шевелится И ему предлагают Вот сейчас Чемодан Он говорит Он сам говорит Полный там Не знаю сколько Долларами Всем И сказали Будь здоров Иди Я не согласен С этим Я буду лежать дальше Вот это выбор Единственно верный У нас тут Церковь Покровский собор Волчатников Иван Андреевич Слепой ходит Уже в годах Он И он приехал Как-то в Почаево И там был Иосиф Проповедник У православных И он увидел В нем веру А у него нет Глазницы Нету Просто ямы Ямки И все Вообще нету Ни яблок Ничего нету Он подошел И говорит Хочешь ли видеть Он говорит Это возможно ли это Он говорит Да возможно Сейчас ты увидишь У тебя зрение вернется У меня Говорит Искушение такое Подошло Но он сказал Говорит Но вера у тебя Уже не будет Тебя повлечет То к чему Ты только умом Прикасался Я говорю Как встрепенул Сказал Нет Не хочу Он обнял Меня Говорит Блажен ты В сей день Слепой Так и остался Да Слепой так и остался Как Сергей Парализованный Так и остался Потому что Он выбрал Правильный путь Избираю Христа Одного Христа И никого Кроме Христа Вопросы Вопросы У нас время Или нет еще Нет еще Мы сегодня Припозднились Сергей Вопросы Пора уже задавать Вопросы Пора Хорошо Давайте Вопросы Вопрос можно Игнать Тихоновичу Давай Игнать Тихонович Вот какие Последствия Ближайшие Будут От того Что папа Встретился С русским Патриархом Чего боятся Люди Уже Совершилось А что должно Быть Сокрыто За дверями Было И поэтому Мой ответ Один Только молиться Мы ничего Не знаем Но мы увидели Рядом С папой Патриарх Православный Выглядит Ох Очень престижно Презентабельно Его ответы Даже сравнивать Не надо С папскими Сейчас Выставили ролик И отвечает На два Как бы голос Но это раньше Они говорили И папа И патриарх Но патриарху Пятерку Можно поставить А папе Двойку Интересно Это Да Очень даже интересно Я Фактически Все ролики Прочти просмотрел А чего нету Рассуждать не о чем Надо только молиться Я вчера Прочитал Мне подсунный ролик Из Греции Что говорит Невзоров Александр Глебович Ну он просто там Кощунствует Говорит Но много больше Известно чем здесь Откуда известно Я у него не знаю И обвиняют За то что он Униатов там признает И Ну нигде Ни одного места нету Ни одного Даже Даже Невзоров Главный Говорится Противник Или как Критик Нигде он не сказал то Что Они сделали Что то неподобающее Ни одного слова И поэтому Говорит Мы можем только В том варианте Что не было покушения Они вернулись По домам И слава Христу А остальные разговоры Прекратить А как вы считаете Восьмой Вселенский Собот Пресловутый Перед Антихристом Он будет включать Католиков тоже Да Может быть Какое-то Дискликто произойдет Вселенские Это все Григорияна Армяне Копты Сирийцы И протестанты И там Как считают Воссядет Антихрист Игнатий Тихонович Да Можно вопрос Вот вначале Вы сказали Кто не выдержал И принес Жертву Не вытерпел И принес Жертву Вы можете Сказать Кто это был Все написано Саул Повторите Немножко я недопонял О чем речь Ну вот Вначале Когда Вроде бы Я собрал всех Получается Игнатий Тихонович Он об Ахане Говорит Об Ахане Судьи Седьмая глава Об Ахане Ахан Ну и понял И что Он об Ахане Он просто не знает Этого места До конца Игнатий Тихонович В начале Воевать Было сказано Уничтожить все Израиль был чистый Представьте Они убивают Сразу Израильтяне Убивают 50 тысяч Наплеменников А у Израильтяна Даже раненого Ни одного Нету И вдруг Пошли 32 человека Евреи убиты Весь Израиль Зарыдал Этого не было Бог обещал Сохранить жизнь Сразу собрали Кто виноват И Господь ответил Взяли из заклятого И теперь Надо проходить Как Узнать Кто Никто не сознается Ну как сознать это 32 Две вдовы Глаза высорпают А они мертвы Это лежат И начинают По коленам проходить Колено указано Дальше Он молчит В каждом колене Это 500 тысяч Примерно говорю Дальше идите По Племенам По семействам И наконец По семьям И наконец По одному Иохан Иохан Стали Принесли Он искусился Я искусился Этим Искушение Что я увидел И взял Потянулся Господь позволил Ему иметь Перед глазами Эту вещь Но другие Это видели Не взяли И было решено Решение Побить его Камнями его И все Что у него было Все погибло Я думаю Что к этому Огромному холму Из камней Приводили учащихся И учили детей Вот смотрите Тут под ними Там внизу лежит Ахан Синзары Он позарился На чужое Какой грех он сделал Никогда на это Не посягайте Видишь Вала Даже врага твоего Ты сними С него все Нашел вещь А повезти Найди хозяина Верни Вот как строго Воспитывали Это искушение Было у него Искушается Вещью Ну Как правило Искушается Жертву А кто жертву Принес Не вытерпел А жертву принес Саул Саул Самуил сказал Жди когда я приду А он не дождался Принес жертву И вот это было Для него искушением Народ стал разбегаться И решил принести жертву И Бог отнял От тебя царство Что ты наделал Вот Вот это вот Да Да Именно так Саул Саул Из колена Вениаминова Сын кисы И он Потерял все И он хотел вернуть И каялся Но уже бесполезно Бог избрал другого Это мы привыкли Так Пришел Батюшка фартуком Накрыл тебя Петрохилию Все Прощено У Израиля не так было И всякий Кто говорит Открыгнется Закона Моисеева При двух или трех Свидетелях Без милосердия И назад Где-то уже Предается Смерти Без милосердия А вы не напомните Какой это есть царство Саула Что именно Какой царство Про Саула Первое царство Первое Первая книга Царство Первая глава Спасибо Это страшное место И когда он пришел А он Фильм хорошо поставленный Приходит Самуила Перед ним идет И с бубенчиками Ну написано Позвонки Как у священника Впереди Это позвонки Это не позвонки На спине А звонки Нападали даже были А он идет И звонит Мальчишка перед ним Он приходит А там идет Уже сейчас Торг Царя Агау Захватили И он Стоит на коленях И договаривается Решил его Саул отпустить А города Которые раньше Завоевали То Вернуть И он Да там идет Договор Он оттолкнул Рукой этого Кто у двери Стоит воин Заходит туда О чем речь Ну вот мы решили Саул стал Что решили Сколько вдов Он оставил Сколько детей Осиротил Да какое ты Право имеешь Договариваться с ним Берет меч И тут же Голова у него Покатилась Вот так надо С ним разговаривать Бог сказал Он говорит Непослушание Такой же грех Как волшебство Не покорилось Это один и тот же грех Ты сатане служишь Уже А не Богу Бог сказал Иди выполняй Нас послал Бог На проповедь Благовестия И запечатали все С благословения Монастырей Самое лучшее Чистое Смелое Героическое Высасывали из народа В монахи Не шли Придурки Какие попало Это соль Была народа И они уходили В песок Не давая потомства Десятки тысяч Сотни тысяч Людей Миссионеров Погубили И поэтому На совести Монашества В том виде Как оно пришло И фашизм И коммунизм И масонство И мусульманство Это все на них Лежит Не было проповеди А природа Пустоты Не терпит Почему Об этом говорит Андрей Кураев Как-то он писал В 632 году Умер Мухаммад Магомед И за 6 столетий Ни одного миссионера Не послали Ни одного Кирилла Не в ходе Не нашли Аналоги Собирали С Таурегов И теперь Получайте Вызрело Все наверное Спасибо Господи Слава Иисусу Еще можно вопрос Залин Уже все время Кончилось Ясно Молимся 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 Что молимся Достойно Есть Церкова Истинного И Можем Боже Сидя Бога Родицу И Служу И Принепоросую И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херудим И Славнейшую Дескран Без Сравнение Сероким Без Истление Бога Слова Родшую Сущую Без Родицу В каком бедственном положении Находится наша страна И Какие страшные испытания Грядут на нее Умилосердие Продли мир Израилю Россию Украине Сирии Где война идет И И Правители Сохранят Покушение На них И Дарю Духовное Рождение Патриарху И Пископам Священству И Пастве Умудри На всех Воспасение И В чем мы Погручили В этих Занятиях Ты Прости Без нас Владыка Покрой Все Милосердием Твоим И Тебе Возносим Слава И Благодарение За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Я думаю На будущее Если петь Надо одному Кому-то петь Потому что Какофония Звуком Разносится Аминь В разнобой Один Давайте Я спою Все Отошел Богом Выквичай Сергей Спасибо Христос Спасибо Помоги Христос Всем Мир Всем Вот так Слава И